Как вы считаете, верно ли утверждение, что рок-н-ролл разрушил Советский Союз? Что разрушил? Ну, нашу страну, СССР. Вы когда-нибудь слышали об этом? Конечно же, я слышал об этом. И у Куин была такая репутация, что нас сюда никогда не пускали. Мы по каким-то социальным, политическим или этическим причинам не подходили для выступления в этой стране. Уж не знаю, в чем там была проблема. И сейчас для нас очень большое дело оказаться здесь, в России. Потому что было нельзя, и вдруг стало можно. И это удивительно и приятно. Не знаю, насколько там рок-н-ролл виноват. Думаю, если что-то и разрушило Советский Союз, то это была коммерциализация. Это западное отношение к деньгам. Ну, посмотрите на перемены, которые здесь произошли. Перемены огромные. Экономика стала другой. Капитализм процветает. Идеология рухнула. В данном случае не важно, хорошо это или плохо, но это факт. Что касается меня, то я не вижу разницы. То есть аэропорты во всем мире одинаковы. И везде люди хорошо одеты, и у всех все есть. И эти же люди кричат, какое страшное время мы живем. А потом покупают бриллианты и ломают голову, как декларировать их на таможне. Я не понимаю, что страшного с ними происходит. Откуда это? По-моему, это нездоровая ситуация. И это печально. Продолжение следует...